Расстраивающиеся районы, новые дома и красивые парки – это всегда хорошо. Но есть и нюансы, о которых чаще всего забывают во время стройки и больших перемен. Так случилось с дорогой на проспекте Маршала Устинова. Идет она к новому микроюну Центральный через благоустроенный парк Прибрежный. Но вот состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего. Там где-то около 700 метров будет заменено асфальтопокрытие, борт камень. Сделано будет освещение проезжей части и освещение мы дополнительно сделаем на тротуаре. Дорогу решено включить в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Сделают освещенные пешеходные переходы и поставят автобусные павильоны. Также расширят проезд и отремонтируют тротуар на генерала Тюленева у детского сада номер 222. Благоустроительные работы уже начались. На бульваре Пензенском закроют от посторонних глаз старое здание молочной кухни. Администрация ведет переговоры с собственником о сносе или реконструкции строения. Дальше мы проехали несколько дворовых территорий. Посмотрели остановочный павильон, который находится возле детской школы искусства номер 8. Он тоже необходим, потому что мы понимаем, что на другой стороне у нас находится перинатальный центр и храм, куда жители ходят. А это остановочный павильон, он такой центральный. И детей тоже ведут в детскую школу искусства. Тоже в дальнейшем планируем эти объекты все после объезда включить в программу, добиться выделения финансирования. Есть проблемы с дорогой и на верхней террасе. Стадион на улице Гоголя сдали в прошлом году, и он пришелся как нельзя кстати. Здесь гуляют семьями, а молодежь занимается спортом. Рядом также застраивается новый райончик. Стадион, конечно, отличный. Тут народа до пяти утра. То есть молодежь. Но проблема сейчас другая. Понимаете, туалета нет на стадионе. Ребята молодые. Куда? Вон спуск в подвал и с той стороны. Они быстренько раз туда и бегают. Это же жители говорят, Николай Бердович, сколько можно запах терпеть. Это первая проблема. Потом мусор. Вот эти бачки стоят. Но это бачки. Надо же какой-нибудь контейнер поставить. Проблему обещали решить. Мэр Александр Балдакин поручил это профильным структурам. А между Гоголя 30 и Нахимова 13 сделают пешеходную дорогу. Многие годы людям приходилось ходить по проезжей части. Дети, школьники, детсад у нас. Все здесь. Но негде людям ходить. Попробуйте с коляской пройти. Особенно на распутицу. У нас если сильный дождь, здесь моря стоят. Болото. Тротуар в 250 метров оборудуют системой отвода воды с дороги. Его должны сделать до конца лета. На данный момент идет планировка и разбивка территории под будущую пешеходную зону. Анна Тищенко, Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова